Ребята, привет! Добро пожаловать в новый влог, в новое видео. Мы сейчас сидим на площади. Вот, и я решила, почему бы сегодня вообще не снять видео? Сегодня у нас выходной, сегодня суббота. Вчера мы, кстати, тоже отдыхали. Вчера здесь был праздник, 1 ноября, это был праздник, День мертвых. Итальянцы, как правило, не работают в этот день. Вот, вот, потому у нас тоже был выходной. И у нас длинные выходные, три выходных подряд. У нас такая вот вечеринка сегодня. Я первый раз взяла в этом кафе, взяла латка макьято. Не знаю, меньше там кофе или не меньше. Попросила я добавить какао. И вот сегодня такие шикарные брюшки и круассаны супер большие с кремом. Сейчас мы позавтракаем и пойдем, пройдемся вот на эту ярмарку. Сегодня у нас в городе ярмарка шоколада проходит. Точнее, не сегодня, а все эти три дня, три выходных. И плюс еще хелл тоже, все украшено. Ребята, в общем, называется это Чоко Моменс. Это праздник шоколада у нас в городе. Ликера, одна бутылья, 12 евро. Пидем черненький. Ликверица это любимая сладость итальянская. Но она не вкусная. Ну, она не сладостная, Санкт-Петербург. Но здесь разные вкусы. Но у нас есть такой ликерчик с узорских островов, который стоит вообще, никто его не пьет, да? Потому что большая бутылка. Шоколадки тоже. Кстати, у них и называется, по-моему, марка шоколада, как этот фестиваль Чоко Моменс. Корица, мята, орехи, роза. В общем, все, что хочешь. Здесь уже шоколадки как бы более такое, да, кажется, производство без упаковки, как свое. Ну, мне кажется, это у них не очень здесь продается туфли. Вот те трубочки, я думаю, у них продаются. И плитки шоколада тоже, я думаю, классно продаются. А вот конфеты тут всякие тоже прикольные. Мы сейчас зашли домой, вышли. Сейчас мы идем в стоматологию, потому что, Саша, запись на 12.30. Вот, и что я хотела сказать, я решила, ну, поснимаем сегодня. Потому что некоторые, в принципе, я живу в Италии. Многим это может быть интересно, да? Что-то показать даже, какой-то магазин, какая-то аптека или вообще что-то. Некоторые люди снимают видео на канал каждый день, что-то выпускают. Вот. А я живу в Италии и вообще не снимаю каждый день. Как бы это странно. И вообще, в принципе, я хотела сказать насчет влога, да? Что такое влог? Влог это видео. Влог, если есть надпись у влог, это видео просто о жизни человека. То есть не стоит ожидать, открывая это видео, какую-то информацию, не знаю, полезную или не полезную. Это просто человек снимает, как он живет, что у него происходит в течение дня. Он снимает влог. Потому что некоторые пишут, допустим, под видео, ну и что ты там снимаешь, там где интеллектуальная нагрузка, это в общем неинтересно. Даже не под моими видео это пишут. Я видела вообще такие вот комментарии под другими видео людей, которых я смотрю на ютюбе. И им оставляют комментарии такого типа, видео ни о чем или еще что-то. Ребята, если есть надписи слова влог, значит, это видео будет в принципе ни о чем. Это будет видео просто о дне человека, о жизни человека. И такие видео, в принципе, подписываются, я думаю, на такие каналы. И я подписываюсь именно смотрят на тех людей, которые интересны. Я смотрю тех людей, которые интересны мне, которые мне приятны. Все одно парикмахерское новое, да, кстати? Здесь есть отдельно парикмахерские, допустим, китайские, которые держат китайцы. Есть отдельно парикмахерские, марокинские. Вот, марокинские есть. Это, допустим, марокинская парикмахерская, да? Китайские, марокинские и итальянские. Обычно итальянские парикмахерские. Больница называется Биата Матео. Это, как правило, во всех больницах, частные или государственные, как правило, есть такой зал ожидания. Изначально, когда вам ваш терапевт дает направление какому-либо доктору, вам нужно прийти сюда и сделать пронотационные. В общем, короче, все здесь происходит по номеркам, живой очереди никогда нет. Номерки все смотрятся на экране, и здесь пишется номер окошко, номер кабинета, куда вас будет приглашать. Как правило, всегда в больницах во всех стоят такие автоматы с кофе, с водой, с какими-то перекусами. Еще самое, что интересно, как правило, во всех больницах, не как правило, это 100% есть бар. Ну, то есть это обязательно условие, или государственная больница, или вообще частная, ну, короче, всегда есть бар. Видите, столики, снеки. В этом отделении здесь анализы крови. Такая вот эта мини-частная больница. Саша сюда ходит делать зубы. Все, мы пришли. Сейчас мы будем сидеть здесь, ждать около двух часов. Здесь вообще стоматологи, они когда дают вам номерок ваш, когда вы должны прийти, допустим, мы всегда не дают на полчаса раньше. То есть, допустим, Саше назначили на пол первого, да? Мы пришли ровно пол первого. Но по факту раньше, чем в час, не пригласят. Вышли мы уже со стоматологией. Кстати, это была та стоматология, о которой я рассказывала в каком-то из моих предыдущих видео, где мне просто отказались доделывать мой зуб, мой имплант, который мне поставили в Украине. Они просто не захотели заморачиваться. Это полугосударственная стоматология. Это врачи, которые работают на зарплату, потому что больше они как бы с этого не заработают, и у них нет никакого процента, ставки, ничего. Сейчас мы с вами зашли в аптеку в Итальянску, где продается очень много товаров. Я хотела вам немножко здесь провести экскурсию и показать, во-первых, что здесь надо в первую очередь сделать. Это взять номерок, потому что здесь все по номеркам. Можно купить даже мороженое. Вот всякий итальянский марк. Кстати, вот это вот Magnum одно из самых вкусных считается. Ликерчики, да? Здесь вот самый интересный отдел для нас с вами будет. Это будет отдел шампуни, бальзамов и косметики. Когда я жила еще в Украине, я пользовалась маркой Vichy. Я пользовалась шампунем такой марки. В принципе, неплохая марка, бюджетная. Здесь она стоит 12 евро. 12 евро, ну не то чтобы бюджетная, в общем-то, цены как-то на него поднялись. Вот, кстати, здесь еще есть тоже вот, это, по-моему, французская марка, тоже неплохая. Darfin. L'Arche-Posay, тоже это Франция. Вот отдел, где здесь представлены солнцезащитные средства. Мы, по-моему, на это лето покупали вот такую вот марку Vene. Нашла вот здесь такие вот капсулы. Я ими пользовалась еще в Луганске. Это такие вот капсулы, 113 евро стоят. Значит, это капсулы, которые втираются в корни волос, это от выпадения волос. По факту прикольное, хорошее средство. Но когда вы им пользуетесь, оно помогает. Когда вы перестаете пользоваться им, то оно не помогает, к сожалению. Волосы шелковистые, блестящие. Они не выпадают вообще практически. Ребята, значит, здесь 42 таких ампулы. Их надо, значит, пользоваться в течение 6 недель каждый день. Втирать или во влажные волосы, или в сухие волосы. Прикольное средство. В общем, я вам советую попробовать. Если вам что-то интересно, какие-то такие вот штуки против выпадения волос, то советую вам попробовать виши. Стоит, конечно, недешево, но по факту помогает. Пока вы пользуетесь, помогает. Хорошее средство. Здесь всякие витамины, вообще минералы. Какие-то комплексы разработаны. Есть отдельно также и для мужчин такие вот программы. Следующий отдел. Здесь отдел, значит, с кремами, с разной косметикой уходовой для лица. Здесь тоже виши представлены, овены. В принципе, неплохие марки. Я хочу для вас снять отдельное видео о моих кремах для лица. И, значит, средствами мои для лица, средствами для волос. Наверное, это будет мое следующее видео. Я не сказала бы, что это супер какая-то бюджетная цена сейчас. 40 евро за крем. В принципе, за тот крем, который беру я, он стоит 60 евро. И там, по-моему, он как-то более будет эффективен. Но не знаю. Здесь, конечно, надо все пробовать, смотреть. Здесь в этой аптеке с такими вот электрическими зубными щетками. Я такую щетку дарила Саше не на это, а на предыдущий его день рождения. Какая-то из этих была. Она стоила, что около 80 евро. Есть такие вот супернаборы по 130. В общем, мой стоматолог мне сказал, что надо пользоваться электрической щеткой. Она, Саша, мне говорит, что якобы некоторые денхисты рекомендуют пользоваться не чаще, чем то ли два раза неделю ей. То есть, якобы ей нельзя пользоваться каждый день. Не знаю, если вы знаете, что-то напишите. А, это, кстати, что-то у тех, у кого брекеты. У меня, кстати, стояли брекеты, кто не знает. И это для таких людей, у кого есть брекеты, чтобы прочищать их хоть каким-то образом. Все равно это не вычищается нормально, но это вот такие специальные щеточки. Я пользуюсь, сейчас я вам покажу, я пользуюсь вот таким дезодорантом. В чем прикол, что он защищает в течение якобы 48 часов. И он идет без алкоголя. Написано 0% алкоголя и никаких металлов нет якобы. А с Сашей мы покупаем такой вот мужской. 48 часов защита с черной крышечкой. У него вот такой вот дезодорант. В этой аптеке еще тоже есть, значит, спортивное питание отдельно, детское питание. Потом здесь есть еще отдел с добавками. В общем-то, я вам показала, такие отделы в основном самые интересные. Но по факту, как вы видите, аптека очень большая. В реальности она очень большая. То есть, посмотрите, это целый магазин. Еще прикол этой аптеки, что она работает круглосуточно. То есть, вообще, в Италии все аптеки, ну, то есть, работают по расписанию. Но всегда в городе есть какая-то, даже не есть, она обязана быть по закону. Должна быть одна аптека, которая работает круглосуточно. Я вам показал, что мы купили. Мы еще параллельно зашли в другой магазинчик. Купили такой вот гель для душа. Тоже вам хотела показать его. В общем, у нас есть такой магазинчик на площади. Там подаваются всякие классные товары для дома. Мы взяли, значит, я выбрала такой вот гель для душа. Якобы он без парабенов, без красок. В общем, без какой-либо химии. Или, по крайней мере, с меньшим ее содержанием. Значит, выбрала капри. Запах капри. Называется марка Нести Данте Ференция. Здесь в составе апельсины, клементины, базилика, лимон. Ну, в общем, такой цитрусовый классный гель для душа. Значит, это такая вот подмывачка. Это для девушек, для женщин, для бабушек. В общем, для всех. Мне я посоветовала гинеколог. Называется Сауджела. И третья штука. Значит, это Саша купил для себя. Это самый обычный Низарал шампунь. Я не знаю, сколько он сейчас стоит в Украине или в России. Но здесь он стоит, считай, 20 евро. 19 чем-то. В принципе, тоже, знаете, когда им пользуешься, помогает. А когда не пользуешься, уже перестает помогать. Вышли сейчас мы вечером. Уже, значит, сейчас около 5 часов. Это Панатерия. Это такой магазин, где продают только хлебобулочные изделия. Есть Джелатрия. То есть там продается мороженое. Панатрия там продается только хлеб. Мочелерия там продается мясо. Ну, в общем, у них, у итальянцев, разделение магазинов. Если это супермаркет, там продается все. Если же это, скажем так, какой-то специализированный магазин, то, значит, там будут определенные только товары и ничего больше. Глянь, забита, да? Вообще кафешки переполнены. Вот наша любимая кафешка. Одна из любимых. Это тоже Веролата. Это столики они свои убрали, потому что не в сезон уже. Все. Тоже забито. Да, глянь, вообще забито все. Субтитры сделал DimaTorzok Мы с вами проходили одну эрбористерию. А вот еще одна. То есть здесь продают все, в общем, лекарства, которые сделаны только из трав. Мед, прополис, пчелки здесь нарисованы, улитки. Это ромашка. А это, это похоже на лаванду, возможно. Вот одна из кафешек, супер стильная, супер в итальянском стиле. Где мы, да? Где мы еще никогда не сидели. Там люди сидели. И она уже супер украшена как-то так по-рождественскому. Да, вообще, гля, подносы такие железные. Какие-то старинные цветочки. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забудьте подписаться на мой канал. И до следующих видео. Всем пока. Да, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если вы еще вдруг по какой-то причине не смотрели мое предыдущее видео об осени в Альпах, о том, как отдыхают итальянцы, вы хотите посмотреть на красивую природу, то я вам советую кликнуть здесь.